Абитуриентам придется побороться за место высших учебных заведениях республики. В кабинете министров обсудили приемную кампанию вузов до 2017 года. Песни, танцы, пляски на обережной челны отметили День молодежи. Жители Казани предсказывают исход матча Чили-Португалия. Ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров принял участие в совещании руководителей региональных научных центров Российской академии образования, на котором обсудили результаты работы региональных научных центров Академии. 26 июня в Казанском университете состоялось заседание ректората под председательством Ильшата Гафурова. На повестке дня стояло 8 вопросов. Главными темами стали переименование и реорганизация структур в институтах, увековечение имен ученых университета и изменения в системе квартального премирования в институтах Казанского федерального. 26 июня в зале Попечительского совета Казанского федерального университета состояло заседание ректората. На повестке дня стояло 8 вопросов, основная часть из которых вносила изменения в структуру институтов. Одним из первых вопросов обсудили переименование кафедры Института управления экономикой и финансов. В нашем институте, Институте управления экономикой и финансов, в этом институте мы тоже поддержали на ученом совете. Суть ее в том, чтобы мы на уровне своего структурного подразделения создали центр компетенции, который бы позволил заниматься как научными исследованиями, так и образовательными деятельностями и более четко позиционировать себя в глазах абитуриентов. Директором Института социально-философских наук и массовых коммуникаций было внесено предложение о закрытии двух центров. Поволжского центра европейских исследований и научно-образовательного центра исследования постсоциализма. Международный центр европейских исследований, он тоже был создан не на пустом месте, именно в стенах этого института. Поскольку все, что происходит сегодня в европейских странах, странах или точнее Евросоюзах, это очень интересные процессы. Давайте приостановим и штатную единицу, которую вы загрузите другими делами. В этот день стоял вопрос об луковечении памяти выдающихся ученых-физиков Казанского университета в виде установления мемориальных досок и двух коллективных ученым-физиком 19-20 века и ученым-академиком отделения физики и астрономии, рабочим в Казанском университете в годы эвакуации в период Великой Отечественной войны. И хотелось бы сделать единообразие. Понятно, внутри проблем нет. И аудиторию назвать, и залы назвать, и так далее. А внешне, может быть, нам мемориальные какие-то эти сделать, я не знаю, большой камень поставить там, еще что-то. В ходе беседы также были затронуты вопросы о повышении дисциплины и порядка среди проживающих в общежитиях деревни Универсиады. Докладом на эту тему выступил мэр деревни Универсиады Ильнур Рахимов. Студенты, 18 лет, молодые люди идут в армию, им дают оружие, они защищают свою страну. Вы говорите, они еще там молодые люди. 18 лет, это совершеннолетний человек, который должен нести сам ответственность за свои действия, в том числе и противоправные действия. Стоит отметить, что 6 программ Казанского федерального университета прошли международную аккредитацию. Все 6 программ, заявленных в этом году на международную аккредитацию, получили добро, получили аккредитацию на 6 ближайших лет, это максимальный срок. И в течение ближайших 2-3 месяцев мы ждем официального подтверждения с вручением, ну там, соответствующих сертификатов и так далее. Для стимулирования деятельности, которая направлена на достижение иных целей КФУ, ректор университета предложил использовать премиальный фонд в качестве грантовой системы. Новая система должна в большей части коснуться тех сотрудников, кто не задействован в проектах ППК. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универ Ньюс. Пока бывшие школьники ждут результатов ЕГЭ, высшие учебные заведения Казани уже начинают принимать документы абитуриентов на поступление. Представители казанских вузов встретились с журналистами в кабинете министров и обсудили вопросы по приему 2017 года. С каждым годом конкурс на поступление той или иной специальности высших учебных заведений увеличивается, но от этого абитуриентов меньше не становится. По традиции в конце июня, когда казанские вузы уже начали принимать новых студентов, стартовал брифинг. 27 июня в кабинете министров обсудили приемы вузов Республики Татарстан в 2017 году. Перед журналистами выступили 9 представителей крупнейших вузов республики. Первый проректор Казанского федерального университета Рияс Минзарипа в свою очередь обозначил ряд изменений, касающихся цены обучения в новом учебном году. В первой группе 102 390 рублей, это минимальная цена. Раньше было 64, рост конечно очень большой, министерство подняло где-то весной этого года. Вторая группа 114 970 рублей, и третья группа стоностная 169 050 рублей. Рост цен – самый актуальный и проблемный вопрос. Как отметил первый проректор, цены устанавливают министерство образования, и вузы этому должны придерживаться. Ну, чем это объясняет министерство? Объясняет министерство, что нужно привести к единому, так сказать, основанию, чтобы многие здесь, в общем-то, по вузам различия большие есть, и поэтому вот они сейчас выправляют эту ситуацию. Во второе строительство 114, и в третье 169. Это технические специальности, в основном инженерно-технические специальности. В целом, в КФУ приемный бюджет будет 4980 человек. Если сравнить с прошлым годом, наблюдается существенное снижение по бакалаврам, а вот по магистрам и специалитетам – рост. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетяров, Универньюс. 27 июня вся страна отмечает День молодежи. По этому случаю студенты набережной Челнинского института КФУ устроили праздник гостям и жителям города. Все смогли насладиться яркой и увлекательной программой. На протяжении всего праздника выступали танцевальные коллективы и команды КВН, а также все гостей радовали интерактивом от Радио Ура. Все подробности смотри далее. 24 июня в Автограде отметили День молодежи. По традиции челнинцев и гостей города ждала насыщенная программа. На Майдане работали интерактивные площадки предприятий, организаций и вузов города. На протяжении трех часов выступали танцевальные коллективы «Хедлайн» и «Саяр» команды КВН, а также всех гостей радовали интерактивы от Радио Ура. На площади парка можно было посмотреть выступления организаций города. Здесь свои таланты показали школы рока и искусств, молодежные и спортивные центры. Руководители и общественные деятели поздравили молодежь с праздником. У нас сегодня замечательный день, День молодежи. Вообще, это здорово, что есть такой праздник, посвященный только молодежи. Я считаю, что молодежь – это наше будущее, это будущее наших, ваших родителей, которые вы должны обеспечить. На празднике выступила певица Ёлка. Ее концертная программа была наполнена бешеной энергетикой, певица активно общалась со зрителями и даже давала небольшие советы. К концу ее выступления начался небольшой дождь, однако это не испугало ни молодежь города, ни саму певицу. В завершении праздника для всей молодежи Набережных Чулнов прогремел праздничный салют. Аурелия Сташкова, Катерина Ботенкова, Ренат Голиудинов, Универньюс. Команда киберспортивного клуба Казанского федерального университета приняла участие в финале Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, где завоевала призовой место и миллион рублей, чем мы их и поздравляем. Кубок конфедерации 2017 – это восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA. Казань стала одним из городов, кто принимает этот турнир у себя. Самый волнующий вопрос – кто же сыграет в финале Кубка конфедерации? О том, какие прогнозы дают жители и гости города, узнавала наша съемочная группа. С 28 июня пройдет полуфинал Кубка конфедераций, где за место в финале поборются команды Чили и Португалии. Мы решили узнать мнение, прогнозы матча жителей и гостей столицы Татарстана. Я болею за Португалию, но я думаю, будет счет 2-2 или 2-1. 3-0 в пользу Португалии. У них лучший состав и сильнее. И у них Криштиан Роналду. Я больше болею за Португалию, она мне больше нравится. Надеюсь, что она победит. Мне нравится их нападающий Криштиан Роналду. Я думаю, он забьет много голов. Предвидел исход, плюс один в пользу Португалии, конечно. Но надеюсь в душе, что выиграет Чили, потому что это такая острая, очень активная команда. Победит, конечно же, Чили. У португальской команды есть хорошие игроки, например, Рональда. Но я думаю, что у сборной Чили более сплоченная команда, поэтому они смогут выиграть этот матч. О том, насколько были верны прогнозы гостей и жителей Казани, узнаешь совсем скоро. Анна Гуцинова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Хорошей вам недели и отличного настроения. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова